Друзья, всем привет! Продолжаем наш видеодневник с Александром, с Институтом Пассивного Дома. Закончилось все наше обучение, но для особо одаренных, которые прогуливали или просыпали на задней парте, хотим сегодня повторить тему, которая называется «Утепление стены изнутри». Очень большое количество людей спрашивают у меня конкретно в блоге, в Телеге, в Ютубе, в Инстаграме, по поводу, как это правильно сделать. Я думаю, лучше вас никто это не расскажет. Сформулирую вопрос так, как правильно утеплить стены каменного дома, например, газобетон или какая-нибудь там теплая керамика изнутри, ну и как вариант, может быть, какой-нибудь дом из бруса. В двух словах. Давайте расскажем, покажем. В двух словах. Значит, если у нас кладка, надо смотреть, какая у нас конструкция этой стены. Ну, пускай будет, например, какая-то кирпичная стена. Это можно делать, да, получается, внутри утепления? Это можно делать. Штукатуренная, например, стена. Снаружи там, возможно, тоже какая-то штукатурка обычно, если мы говорим просто прокладку. Ну, зимой в таких зданиях некомфортно. Ну, особенно там вот узлы примыкания межэтажных перекрытий, окон, да, то есть наружные углы, они как раз вот, перекрытие над подвалами, они как раз выявляют все проблемы, которые могут быть. Значит, какие нюансы с кладками? Значит, во-первых, желательно, да, то есть нежелательно, даже обязательно, чтобы вот этот внутренний слой штукатурный был от потолка там до черного пола полностью замкнут, да, то есть чтобы у нас с точки зрения воздуха непроницаемости оболочка была замкнута. То есть если мы посмотрим, у нас стены, перекрытие там, например, над подвалом, там первый, второй этаж, значит, вот здесь штукатурка должна быть полностью, то есть от штукатурена от черного пола до черного перекрытия. Следующее, значит, нам надо производить утепление, если вот мы посмотрим даже вот на разрезе, ну, то есть вот у нас штукатурка, при утеплении изнутри у нас усугубляются вот эти вот узлы. То есть это касается как перекрытий, так и внутренних стен. То есть мы понимаем, чем лучше мы утепляем изнутри стены, тем больше тепловой поток идет у нас вот этим слабым участком. Поэтому есть определенные ограничения по толщине теплоизоляции. То есть в любом случае идеально всегда делать утепление снаружи, чтобы не было вот этих тепловых мостов. Если они у нас присутствуют, то необходимо будет, ну, разные варианты есть, предпринимать вот, если мы говорим про стены, например, да, то есть, например, на стены выходят, вот здесь вот такие еще теплоизоляционные клиния определенные делать, чтобы размазывать тепловой поток и не было проблем вот в этих зонах. Потому что здесь вот, вот в этих зонах будут самые низкие температуры. И важно правильно подбирать теплоизоляцию, чтобы она у нас не набирала влагу большую. И здесь варианты могут быть с утеплителями классическими. Минвата может быть. Например, минеральная вата. Но обязательно надо делать герметичную оболочку. То есть вот здесь вот будет пароизоляция проходить. И замыкаться герметично на перекрытие и полы. Очень тщательно надо проводить герметизацию. И здесь есть определенные проблемы. То, что тяжело будет проконтролировать, насколько герметично мы это сделали. Потому что за утеплителем есть штукатурка. То есть аэродверью это сделать не так просто. Поэтому здесь надо вот такой прям тотальный контроль за выполнением работ. Если у нас применяются утеплители какие-то минераловатные и так далее. Если мы применяем, например, эковату, либо утеплители, которые у нас капиллярно активные, так называемые. То есть влагу проводят через волокна. То рисков здесь чуть поменьше. Потому что та же эковата, либо, например, МДВП, больше может взять себя влаги без каких-то там существенных проблем и вопросов. Ну и, соответственно, может отдать. Если мы применяем пленки с переменной паропроницаемостью, то есть не глухие. Другой вариант, который существует, это применение утеплителей более эффективных. Например, пир-плиты, либо напыление пенополиуретаном. Во-первых, мы можем уменьшить толщину, то есть при тех же самых характеристиках. Ну и, во-вторых, уже с точки зрения влагонакопления там этих проблем меньше. И, опять же, по пир-плите мы можем, например, выполнить какую-то штукатурку. Например, выполнить штукатурку и, соответственно, у нас тоже не будет особых проблем. Но ее надо запнуть. Очень важно, чтобы между утеплителем и штукатуркой вот здесь вот, не было никаких воздушных зазоров. И, соответственно, воздух не мог попадать сюда. Например, если мы говорим теплый воздух, то есть он сюда не попадал. И не было конвекции вот в этом пространстве. То есть при применении плитных утеплителей, плитных материалов отделочных, такие риски могут быть, потому что не будет плотного примыкания. То есть его надо обеспечить. Поэтому вариант со штукатуриванием вот таких утеплителей, либо применение теплых штукатурок. То есть, опять же, когда у нас кладки, уже какая-то теплая штукатурка, она примыкает, опять же, без каких-то зазоров. То есть вот у нас наша кладка. То есть важно здесь, чтобы между стеной и утеплителем, либо между утеплителем какой-то отделкой, не было никаких воздушных прослойок. Ну и обязательно надо проверять влажностный режим, смотреть, как конструкция будет работать. Потому что есть совместимые материалы, несовместимые, различная паропроницаемость и кладок, и штукатурок, и утеплители, и внутренние отделки. То есть на это надо обращать внимание. То есть здесь вот с разбега вот так вот, да, быстро лучше не делать что-то необдуманно. То есть в любом случае надо подбирать материалы, влажностный режим и смотреть, в каком климатическом регионе вы строите. То есть это касательно кладок. Если мы хотим утеплять деревянные дома... Деревянный брус, например, 150 на 150 какой-нибудь. Значит, с деревянными домами попроще, потому что обычно, если мы говорим про брус, то он у нас сильно воздухопроницаемый. В этом плане изнутри можно утеплять без проблем. То есть вот у нас какие-то стены. Есть перекрытие. Опять перекрытие. Здесь можно, опять же, смотря какие внутренние стены. Брусовые или какие? Брусовые. Ну, при идеальном варианте, если есть опыт у бригад, можно провести герметизацию стен, либо перекрытие, опять же, с помощью паразитационных пленок. Если это брус, то можно, в принципе, швы заполнить. Если у нас вот брус, да, то есть швы заполнить насквозь герметиком и замкнуть на пароизоляцию. Вот здесь, в этих зонах. Это мы смотрим вид сверху, правильно? Например, вид сверху мы смотрим, когда стены. То есть в этом плане без проблем. Вот здесь вот можно замкнуть один контур с другим. С перекрытиями, в принципе, тоже можно влезть в конструкцию, да, то есть разобрать, пастами обмазать, еще как-то тоже замкнуться на вот этот внутренний слой пароизоляции. Обычно древесина, она имеет более низкую теплопроводность по сравнению с кладкой или железобетоном. Поэтому здесь при определенных толщинах влияние будет не такое большое дерево, да, то есть мы можем без особых проблем действительно более однородно утеплять изнутри такие вот деревянные ограждающие конструкции. Паропроницаемость у вот этой стены из бруса, например, довольно высокая. Даже если что-то и попадет туда, да, то есть какой-то пар, да, то есть он, в принципе, выйдет через стыки, которых очень много в стене. В этом плане такая конструкция даже может быть более эффективной по сравнению с кирпичными кладками. Если мы утепляем кирпичные дома, значит, здесь еще возникают вопросы с узлами примыканий окон, но это отдельная тема, да, то есть как замыкать перемычки какие-то железобетонные возникают, которые тоже надо смотреть и учитывать в расчетах, да, то есть где-то, например, окно. Вот эту теплоизоляцию надо замыкать на окно, то есть здесь вот окно, оно может быть уже у нас, так неправильно рисую, окно у нас уже может быть и нужно его замыкать вот этим теплоизоляционным слоем, да, то есть чтобы оно не было где-то там внутри кладки, то есть на это надо обращать внимание. То есть окно надо смещать вовнутрь, что ли? Ну надо замыкать, то есть либо за него сводить, либо... А если оно стоит где-нибудь окно... Вот здесь? Если оно, например, стоит здесь... Оно по-любому там будет стоять. Ну где-то вот здесь, да? Да, допустим, оно где-то где-то. Где-то вот оно, условно говоря, вот здесь стоит. Значит, здесь надо каким-то небольшим слоем, но в любом случае замкнуться. То есть это может более эффективно, например, вот здесь вот пускай там минераловатный утеплитель, здесь пир, то есть ну вот надо несколько сантиметров, опять же это расчетная вещь, да, то есть обеспечить замыкание. Где железобетонная перемычка, это сделать сложнее, может быть даже уменьшить окна. Внизу, если кладка, то ее всегда можно там вырезать, да, то есть, грубо говоря, если у вас идет какая-то кладка, вы можете там какой-то кусок необходимый вырезать. И здесь у нас, если мы говорим про окно, да, то есть мы можем вот эту вот теплоизоляцию, вот она теплоизоляция, да, то есть подвести под окно в более толстый слой. То есть это всегда можно сделать вот вверху, если мы можем опустить окно идеально, перемычку мы резать не можем, поэтому здесь ну какой-то надо применять уже эффективный утеплитель. Но в любом случае оболочка должна замыкаться на окна, вот, и на двери входные и так далее.